девчонки привет сегодня я покажу как я снимаю выкройки из журнала на кальку калька у меня довольно широкая я всегда говорю что широкая калька это удобнее чем узкая потому что больше на нее влезает экономнее мне кажется получается расходовать я всегда стараюсь купить такую вот широкую для начала и для знакомства с выкройками из журналом борда я рекомендую выбирать простые модели как например вот такой вот топ здесь он называется топ хотя его другая версия в черном цвете называлась блузка но это неважно что здесь нам нравится и почему он простой простой потому что у него нет рукава очень прямая модель то есть нет приталивания никакого есть только на грудные вытачки даже не на грудные вытачки от горловины эта модель помечена штампиком это просто и сложность у нее полторы точки то есть то что отлично подходит для начинающих шить единственное что материал здесь крепдышин рекомендуется возможно не самый удачный выбор для начала но крепдышин бывает не такой уж скорзкий и шить его в принципе даже на начальном этапе не составит большого труда также можно пошить этот топ из например легкой ткани боюсь ошибиться вискоза мне кажется бывает тоже легкой блузочной так что можно попробовать хлопок я думаю модель интересная пробовать новичкам можно поэтому давайте я покажу как я снимаю выкройку на примере этого изделия первое что мы смотрим мы смотрим на номер модели топ 118b и находим на центральных листах этот топ вот он у нас мы уже с вами знаем что у нас какой у нас размер у меня он 36 и смотрим описание нужно внимательно прочитать инструкцию желательно конечно полностью чтобы вы понимали последовательность операции хотя на первом этапе когда вы будете это читать некоторые моменты могут показаться непонятными это станет понятно когда уже будет перед вами ткань выкроенная и уже будет ясно что с чем сшивать обязательно читаем руководство по бумажной выкройке в нашем случае оно небольшое но бывают модели сложнее там руководство намного больше и что нам здесь пишут переснять детали выкройки детали бумажные выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть деталь а вычертить прямо на ткани давайте сразу посмотрим на наши детали вот этот вот рисунок схематичный отражает полную картину того что нам с вами нужно будет переснять вот вот таких вот листов бурда а сейчас мы с вами должны рассмотреть внимательно детали кроя у нас две детали полочка то есть передняя часть и спинка а также у нас две детали обтачки горловины я этот топ шила и горловину я обработала верлоком и просто подогнула то есть я обтачки себе не делала давайте посмотрим на особенность детали полочки на ней есть такая вот небольшая выточка выточки вырезаются на кальке на ткани выточки не вырезаются то есть мы просто мелем эту линию и не прорезаем а бурда пишет что нужно деталь а а вычертить прямо на ткани как правило прямо на ткани вычерчиваются детали прямоугольной формы то есть это манжеты это обтачки прямые или например обтачки выкроенные по косой это пояс то есть чтобы не за занимать место на листах выкроек бурда предлагает нам самостоятельно выкроить прямоугольник при том что она для каждого размера указывает необходимый метраж то есть например вот 50 52 53 55 56 мы видим и они соответствуют 50 соответствует размеру 36 52 соответствует размеру 38 и соответственно так дальше включая припуски как правило выкраиваются все такие детали то есть мы просто выкраиваем прямоугольник и уже учтены в нем все припуски а то есть ширина 4 сантиметра припуск здесь уже заложен также стоит обратить внимание на графу припуски как правило припуски в журнале полтора сантиметра но нужно читать все равно этот пункт потому что по низу изделия например если это платье юбка или брюки припуск может быть больше например 4 сантиметра изучили картинку обратили внимание на то какие у нас где особенности поскольку модель непростая особенности нет но если посмотрим немножко правее вот просто забегая вперед видите какие сложные бывают детали у бурда почему стоит ориентироваться на вот эту вот рамочку потому что мы будем видеть полную картину того что нам нужно будет с вами переснять на вот этих схематичных рисунках иногда бывает направление долевой нити обозначена стрелочкой вот эта деталь выкраивается по косой и направление долевой нити указано наискосок то есть это все надо нам с вами учитывать и это все например проще намного увидеть нюансы выкройки на тех рисунки нежели потом их искать на вот этих листах потому что все таки здесь немножко все хаотично и бывает иногда мы не замечаем какую-то важную деталь поэтому все важные детали стоит запоминать вот по таким вот тех рисунком по крайней мере так поступаю я также стоит обратить внимание например на модели бывает что у журнала вот как вы видите модель 118 а из нее сшита два варианта а и б нашем случае они практически идентичные честно говоря даже не знаю разницы но если бывают например какие-то нюансы кроя у детали а которых нету детали б бывает разная длина бывают на наличие карманов у одной детали у одной у одного изделия они есть у другого изделия нет то есть также обращаем внимание какие особенности для буковки а для изделия под буквой а и для изделия под буквой б обращаем внимание вот тут вот раскрой перец сгибом сколько деталей спинка со сгибом сколько деталей это количество деталей можно сразу же наносить на бумажную выкройку чтобы мы с вами знали, что, например, деталь полочки у нас одна, да, 1х, детали спинки у нас, например, одна или две в зависимости от кроя, в нашем случае тоже будет одна, потому что и перед, и спинка кроятся со сгибом по середине. И еще нужно очень внимательно посмотреть, какой линией на листах выкроек будет обозначен наш размер. Мой размер 36 и линия вот такая вот, тут точечки на прямой линии. То есть переводить мы выкройку будем, которая нарисована зелеными контурами, вот такая вот линия с точечками, и ничего кроме нее больше нам переводить не надо. Очень внимательно с этим вопросом. Итак, выкройка с зелеными контурами на листе выкроек B. Открываем этот лист. Вот такой вот большой лист выкроек B. Вот эта большая розовая деталь, это часть одной из выкроек Burda, которую она делает в розовом цвете на всех листах. То есть на этом листе вот одна брючина, на другом листе может быть другие какие-то детали кроя, и ее проще найти. И то есть это тоже такой нюанс в помощь, так скажем, тем, кто начинает, чтобы было проще искать. Да, вот мы сразу видим розовый цвет, уже не нужно приглядываться. Одна модель из журнала бывает вот такого цвета. Нам нужны детали под номером 1, 2, 3, 4. Это будут детали зеленого цвета. Обращаем внимание, что по низу и по верху листа идут цифры. Внизу здесь у нас зеленые цифры и черные цифры. А вверху листа у нас красные цифры и синие. То есть соответствует все тому, что нам пишет журнал. Наши цифры зеленого цвета 1, 2, 3, 4. Находим цифру 1. Она находится вот здесь. Цифра 1. И перпендикулярно вверх от нее смотрим, то есть на вот этом перпендикуляре должна быть расположена единичка. Единичка находится у нас вот здесь, почти что на вершине. Мы с вами видим единичку. Как вы видите, эта единичка стоит возле зеленой одинарной линии. Одинарной линии обозначены линии на выкройке, которые соответствуют всем размерам. Они бывают, как правило, линия середины изделия. В нашем случае это еще и линия горловины немножко. Если посмотреть немножко левее, вот проводя вот так вот вот пальчиком, видим зеленая вот эта вот линия. И ближе к линии плеча, вот видим, да, вот здесь у нас плечо такое зелененькое, уже пошли линии размеров. То есть линия единого размера разветвляется, и каждый, кто кроит эту блузку, должен выбрать свой размер. Наш размер будет самый маленький, 36-й, и он, как правило, вот такой вот ближе всех тут у нас расположен. Смотрим пальчиком, вот он идет, пройма наша идет, и вот здесь вот у нас линия подмышка, так скажем, да, начало бокового шва. Вот, пожалуйста, вот, 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 вот оно, наше изделие, да. Уже видно, уже нет такого хаоса, мы уже присмотрели, зеленые свои линии все видим, можно переносить. Смотрим теперь линия бокового шва. Вот она у нас пойдет вниз. Внизу у нас также с вами есть линия низа нашего размера, которая. Девчонки, очень важно обращать внимание на все нюансы. Давайте их рассмотрим. А вдоль линии середины переда, вот эта вот, которая соответствует всем размерам, вот я ее сейчас линеечкой обозначу, чтобы вам видно, вот она была возле линеечки, это наша линия середины переда. И как мы видим, здесь у нас расположены, опять же, линии размеров, которые соответствуют положению талии. Обязательно нужно отмечать, где у нас находится талия. Линия талии покажет нам, где талия будет у нашего изделия. Еще есть надпись вдоль линии середины переда. Эта линия подписана, то есть линия середины переда сгиб. Очень важно обращать внимание, сгиб у нас здесь или шов, или шлица, или разрез. Вообще все вот эти вот обозначения тоже нужно будет переносить на кальку. Не обязательно писать прямыми, полными словами. Можно просто первыми буквами ЛСП, линия середины переда. И я помечаю С, если сгиб, Ш, если шов. Также, как правило, проходит долевая нить по линии середины переда, либо линии середины спинки. Но все-таки нужно эту информацию учитывать. Как правило, все всегда помечено также на выкройке. То есть вдоль линии может быть написана долевая нить. Вдоль какой-то из линий кроя, например. В нашем случае вдоль линии середины переда. Бывает, когда журнал выносит эту линию, долевую стрелку, отдельно. Тогда ее следует искать либо от плеча, либо от горловины. И ориентируемся на тот схематичный рисунок, который у нас был на развороте в журнале. Там, как правило, примерно можно определить по нему, в каком месте будет расположена эта стрелка, и мы ее обязательно также переносим на кальку. Правление долевой нити очень важно, если вы хотите, чтобы и ваше изделие не было перекошено. Берем нашу кальку и раскатываем ее. Я вот сохраняю еще такие маленькие кусочки. Из них удобно делать различные обтачки. Какие-то мелкие детали я не выбрасываю, потому что экономно стараемся расходовать. И вот так вот кальку расстилаем поверх наших листов выкройки. Калька прозрачная, через нее очень удобно переводить. Все линии очень хорошо видно, проглядывают даже цвета, так что проблемы у вас никаких не возникнет. Калька бывает под карандаш и под тушь. Я чаще в своих магазинах встречаю кальку под карандаш. Она такая чуть глаже, чем калька под тушь, но в принципе работать с ней можно. Также я всегда использую простой карандаш, потому что боюсь, что от ручки могут остаться мажущие пятна, например, и это может испортить ткань. Можно выкройку прикалывать, знаете, либо приложить что-то тяжелое, либо я видела девочки прикалывают иголками. Но я так не поступаю, мне жаль портить листы выкройки. И поэтому я просто начинаю, например, от линии, которая единая для всех размеров. И отрисовываю ее. Стараемся рукой кальку не двигать, чтобы она у нас не меняла местоположение. Придерживаем. И теперь рисуем, отрисовываем нижнюю, линию низа. То есть, как бы, такой у нас получается на кальке уголочек. Он уже будет ориентиром. Если вдруг где-то мы все-таки кальку немножко подвинем, мы всегда сможем восстановить ее исходное положение, совместив вот этот вот уголочек. И вот так же по линеечке, короткими отрезками, я перевожу выкройку на кальку. Дохожу здесь до уголочка, то есть, это боковой уже срез. И провожу линию. Я перевожу по линии своего размера. То есть, нахожу его, он пропечатывается хорошо. И я его перевожу. Добрались до линии, где у нас боковой шов стыкуется с линией проймы. Она у нас будет, эта линия, вогнутая. Под линеечку ее рисовать не всегда удобно, поэтому я рисую ее штрихами. Ну, вы понимаете, да? Так вот, штрешочками, штрешочками. Я не левша, попробую показать. Главное здесь перевести опять же линию своего размера. Всегда следим, чтобы мы не переехали на другой размер. Есть такие вот интересные места, как вы видите, когда вот вроде бы несколько размеров, да, переходит в линию одного размера. Здесь мы стараемся просто свести, так скажем, на нет. Наш 36 размер. Теперь проводим линию середины перина до высоты, где у нас горловина. Теперь давайте посмотрим вытачки. Перенесем все линии, которые у нас вспомогательные. Начнем с вытачки, которая идет вдоль горловины. Она чуть тоньше, видно ее чуть хуже, поэтому присматриваемся, находим и переносим. Поскольку вытачку нужно будет отстрочить посередине, здесь у нас с вами схематично нарисована лапка швейной машины. Это значок того, что вот по вот этой линии нужно будет проложить машинную строчку прямую. Я сшила эту блузку и это видео вы можете у меня посмотреть, что это за такая вот строчка. Ну, если вдруг вам будет интересно. На кальке мы эту вытачку с вами вырежем, то есть то, что вот эта машинная строчка нужно будет запомнить, потому что на кальке этого не будет. Но на ткань мы ее переведем, и на ткани вытачку вырезать ни в коем случае нельзя. Также вот у нас здесь обязательно нужно перенести линию талии, которая относится к 36 размеру. Наметили линию талии. Можно подписать талия. Я оставлю просто Т. Ну, и так понятно, что это линия талии. Также нужно подписать линию середины переда сгиб, чтобы мы знали, что это у нас, во-первых, перед, во-вторых, сгиб. Также я помечаю, что вдоль этой линии пойдет долевая нить. Ну, и вы знаете, можно вот так вот даже стрелочку нарисовать себе, чтобы мы знали, что вот, например, ну, хотя мы сейчас вырежем, и у нас останется пол стрелочки. Если внимательно присмотреться, то вот этот уголочек помечен циферкой 2. Она вот здесь вот внутри расположена, и благодаря этим циферкам нам будет удобно сшивать между собой детали. Конечно, когда деталей мало, это не обязательно, но когда много, нам это пригодится. Давайте нанесем эту циферку, циферка 2. То есть мы будем сюда пришивать другую деталь, у которой в уголочке тоже будет циферка 2. А вверху вот здесь вот у нас циферка 1. Все цифры, все обозначения пишем внутри выкройки, потому что мы же ее вырежем по контуру, и тогда все цифры останутся снаружи, и нам с вами ничего не останется. Ну вот, я думаю, что мы с вами уже видим, что у нас получается. Выкройка полочки готова. Осталось только ее подписать. Деталь номер 1. 1, потому что так она в журнале у нас обозначена, не потому что я ее первой снимала. Снимать можно начинать хоть с конца, хоть к середине, вообще с чего вам больше нравится. Конечно, удобнее сначала. И подписываем. Еще можно подписать, например, полочка 1Х. То есть 1Х это одна деталь со сгибом. Можно здесь указать номер модели, например, если вы спланируете хранить выкройку, чтобы потом не думать, что же это у нас такое. 118. Бурда 4. 2016. Если у нас будет рукав, то, как правило, вот здесь вот будет метка рукава. Если будут карманы у изделия, то на полочке будет нарисован карман. Этот карман нужно будет нарисовать на полочке и отдельно переснять на кальку сам карманчик. А на полочке отметить то место, где карман будет расположен. Хотя некоторые девчонки располагают карман там, где им удобно. И определяют его расположение уже на примерке. Например, на некоторых деталях у вас может быть подписано шов и молния. Как правило, эта молния располагается либо на спинке, либо в левом боковом шве. И тогда вы себе тоже записываете вдоль линии снутри выкройки молния. И будете знать, что вдоль этого среза нужно притачать молнию. А теперь пришло время вырезать нашу деталь. И вытачка. На выкройке бумажной вырезаем. Ну что, девчонки, вот такая вот выкройка у меня получается. Разумеется, это выкройка только полочки. Для блузки нужна еще спинка и две обтачки. Но снимаются они на кальку так же, как и полочка. Поэтому я не думаю, что стоит тратить время и показывать их. Была рада снимать для вас это видео. Если остались какие-то вопросы по поводу того, как переводить выкройку, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить, если знаю ответ на этот вопрос. И еще такой момент. Это выкройка без припусков. То есть, это деталь, которая у вас будет в готовом варианте. Чтобы шить, нужно делать припуски. Припуски делаются только вдоль тех срезов, где будет шов. То есть, поскольку у нас эта блузка шьется со сгибом посередине, то посередине мы прикладываем ее к сгибу ткани. И никакого припуска делать не нужно. Припуск нужно сделать по низу, чтобы мы могли подогнуть. По боку, опять же, чтобы могли соединить полочку и спинку. По линии проймы, чтобы мы могли обработать и подогнуть, чтобы красивый был край. Припуски по горловине кто-то делает, кто-то нет. В зависимости от, знаете, системы. Бурда, как правило, рекомендует делать припуски и по горловине. Если будет нужно, она потом скажет вам их срезать. В следующем видео я покажу, как я краю на ткани платье, не эту блузку. И все покажу, расскажу про... Пока-пока-пока!